Всем привет, вы на канале СКНН, и мы продолжаем прохождение Зайчикаковой Тьмы. В прошлой серии мы с вами познакомились с новой героиней Миланой, вместе украсили школу, и сейчас она ушла домой. А мы идём немножко прогуляться вместе с Полиной. Приятного просмотра, приступаем. Мы двинулись вдоль дороги. Антоша, тебе что больше нравится, скрипка или гитара? Опачки, вот это вопрос. Блин, ну я не знаю. Но это ясное дело, что выбор между Полиной и Миланой. Давайте гитара. Наверное, гитара, я давно хотел на ней поиграть. Только вот всё никак не получалось. Понимаю тебя. Идти с Полиной было гораздо веселее, чем одному. Её светлые лучи позитива, видимо, были заразными. Поэтому общаться было очень легко. Полина же отстранилась, шла по просеке с пустым взглядом. Потому что мы выбрали гитару. Понимаю. Вспомнил отношение Полины к Милане. Нотки ревности заполнили мои мысли и никак не хотели отпускать. Страх ненужности и одиночество впился в меня острыми когтями. Я откашлялся и спросил Полину уже другим, совсем напряжённым тоном. Полин, мы... мы всегда будем друзьями? Что за глупый вопрос, Антон? Конечно, будем. Просто мне кажется, что ты подружишься с кем-то ещё, а про меня и вовсе забудешь. Антон, как тебе в голову такое пришло? Я всегда буду на твоей стороне. От сердца отлегло, и я облегчённо вздохнул. Смеркалось, мы прогуливались неспешным шагом, как вдруг заметили впереди Ромку. Полина махнула ему рукой, но тот даже не посмотрел в нашу сторону. Удивительно, даже не оглянулся. А ведь всегда лезет ко мне. Наверное, благодаря тебе. Не знаю, что на это ответить, я лишь выразил молчаливое согласие. Я и не заметил, как мы дошли до сельммага. Сельского магазина какого-то, видимо. Ну что ж, Антон, встретимся завтра в школе. Полина помахала мне ладошкой, попрощавшись. Пока. Пока. Полина ушла в освояси, а я побрёл домой по заснеженной тропинке. Я вновь остался один. Прогулка заняла большое количество времени, поэтому на горизонте уже красовалось закатное солнце. Снежинки сыпались с неба и иногда падали мне на лицо. Я ускорил шаг, чтобы мама с папой не переживали. Так, подожди. Это мы уже видели всё. А, мы же динозаврика не нарисовали по итогу. Утром нарисую. Она капризно надула губки и нахмурила брови. Если вдруг вы не видели всё, что мы сейчас пропустили, то посмотрите прошлую серию. Там всё это мы с вами прочитали. Мама зашла к нам в самый неподходящий момент. Вы почему не по комнатам? Так, дальше мы видели всё. Это уже получается новый день. Мы собираемся в школу. Как мы вместе с Полиной украшали класс, а также новенькая Милана. Это он вспоминает прошлый день. Хотелось бы узнать её получше. А Полина? Во время того, как мы украшали коридор, я ловил на себе её добрый взгляд. Когда она рядом, я словно улетаю по смычку в небо. До чего же она прекрасна. Не то, что гадюка Катя. При мысли о Кате, грудную клетку жали тиски. Она же будет мешать нам с Полиной. Я отлип от завораживающего зеркала и устремился к окну. Так, пропускаем. Включаем плиту. Блинчики. Вспомнил, что обещал прийти к Милане за гитарой. Как только мне подарили родители гитару, я пытался сыграть гитарную версию кукушки. Цоя. Но выходило, откровенно говоря, не очень. Да и я был самоучкой. Хотя, хотелось, чтобы кто-то мне преподавал на гитаре. Так почему же не вспомнить Блое и не продемонстрировать ей свои качества? Сейчас самое время. Нет, лучше не надо, а то выйдет Билли Берда. Сказал я самому себе. Так, идем кушать. И вот мы добрались с вами до школы. Пропускаем. Пропускаем. Я взял свой взгляд о тетради и улыбнулась. И тебе не хворать, Антон. Ты что-то рисуешь? Я взглядом показал на ее тетрадь. Нет, я просто забыла сделать домашнее задание. О, так мы в одной лодке. Весь день была занята по дому. Домохозяйка, значит? Можно и так сказать. И чем ты занималась? Да так, мелочи. Какая тебе разница, Антон? Ты прям все расскажи. Где-то дома прибралась, где-то помыла. Мама меня с детства приучает к чистоте и порядку. Хорошие у тебя родители, наверное. О, мои родители просто добрейшие души люди. Я очень рада, что родилась в такой хорошей семье. Я на минуту задумался о своих родителях. Кто же так испортила их характеры? Почему они так хотят перегрызть друг другу глотки? Постоянно ругающиеся родители – это огромная психологическая травма для ребенка. Ребенок с детства начинает жить в страхе и надежде, что когда-нибудь это все закончится. Родители больше не будут ругаться, а жить в мире и согласии. Именно о таком и думает малыш, когда слышит ссору родителей. Не скрою, я и Оля думали о таком же. Только Оля переживала об этом намного эмоциональнее, чем я. Мне постоянно приходилось ее успокаивать. Ведь такое чадо, как она, не должна переживать за своих маму и папу. Мне бы таких родителей. Милана вопросительно взглянул на меня. Ты это к чему сказал? Да так, не к чему такому. Да не такие уж и плохие родители у Антона. Я знаю ситуации похуже. Где родители спокойно могут руки поднять на детей. Выпивают, не работают. А у Антона все вроде нормально. Просто небольшой кризис. Это в принципе все может наладиться. Не сказать, конечно, что прям все идеально, но и не так уж плохо. Скажем так. Девочка неодобрительно покачала головой. Нет уж, ты говори давай, что тебя тревожит. Я помогу тебе. Ее белоснежная улыбка передалась мне в душу, отчего я поддался в раздумья. Действительно ли ей можно доверить то, что меня так долго терзает? Или лучше промолчать? А что если она все разболтает, как Катя? Тогда весь класс смеяться будет. А может попробовать рискнуть? И снова выбор. Ну раз начали, давай расскажем. Под гнетом собственных переживаний и чувств я не удержался и начал говорить. У меня родители с тех пор, как мы сюда приехали, стали очень часто ссориться друг с другом. Я даже не знаю, из-за чего именно они ссорятся. Может из-за нас, а может из-за работы отца. А что с его работой не так? Девушка выразила искреннюю заинтересованность в моем рассказе. Если честно, то я даже и не знаю. Он как-то говорил, что работает бухгалтером в фирме. Может у отца появились проблемы, и он решил сюда приехать, как сам считаешь? В последнее время я стал часто об этом думать. Он даже пистолет в бардачке носит. Самый настоящий? Да, самый настоящий. И иногда мне кажется, что он рано или поздно выстрелит. Ты не представляешь, как я очень переживаю за них. Они так и норовят друг другу причинить боль, как физическую, так и психологическую. Они не знают, что причиняя боль себе, причиняют ее и нам. Я уже устал от всего этого. Я закрыл лицо руками и положил голову на парту. Боже, как же я хочу, чтобы все это закончилось. Милана положила руку мне на плечо. Я сочувствую тебе. Я понимаю тебя и твою боль. Сейчас время такое наступило, даже я ничего поделать не могу. Надо как-то учиться. Расти дальше. Учиться? Я повторил это слово и засмеялся. Учиться? Да как тут учиться, когда ты по уши в дерьме, а тебя в школе унижают, а дома происходит черти что. Я не хочу так жить, верните мне моих родителей. На глазах начали появляться слезы. Они сами по себе появились от отчаяния. Мои родители стали не моими. Мама с папой раньше для меня были самыми дорогими людьми на свете. А сейчас... А сейчас... Сейчас я их знать не хочу. И это вовсе не детские обиды, которые переживает маленький мальчик. Из-за ссор у меня окончательно пошатнулось своё доверие к ним. Их холодные взгляды вовсе не говорили, что они, между прочим, любили друг друга. Клялись быть вместе до конца своих дней. А теперь... Теперь друг друга не хотят и поговаривают о слове на букву Р. Развод. Если они разводятся, зачем тогда давали крятку верности и преданности? Зачем они нас соли и зачали? Если друг друга оскорбляют. Ведь раньше всё же было хорошо. Раньше. А ведь раньше было действительно лучше, чем сейчас. Она миловидно улыбнулась, и моя грустная улыбка появилась на лице. Спасибо, но правда не стоило мне тебе рассказывать. Это почему? Потому что... Я замолчал. Я не знал, как сказать это правильно и чтобы она поняла. Но ответ не заставил себя долго ждать. Ты привык всё держать в душе? Она смирила меня печальным взглядом. Тут не нужно слов, чтобы понять такое. Тут достаточно посмотреть на человека, и сразу всё станет понятно. Да. Прошло около минуты, прежде чем она ответила. Я тоже. Я думаю, что тебе будет неинтересно про мою жизнь слушать. Нет, что ты, мне интересно слушать? Ты, наверное, знаешь, что мой брат уже давно умер. Я кивнул. Так вот, я, когда узнала о его смерти, очень сильно разрыдалась ночью. Мне... Мне его так жутко не хватает. Я неоднократно желаю вернуть то время, когда он был ещё жив. Я скучаю по нему, по его глазам, по улыбке, радовавшей меня каждый день. Я боюсь, что когда-нибудь не станет и меня самой. Антон, я очень боюсь смерти. Милана вся дрожала от страха. Мне казалось, что ещё чуть-чуть, и она расплачется. Я взял её за руки. Ты что делаешь? Я даю тебе то, что ты отдала мне, свою поддержку. Не надо. Надо ещё как надо. Человек без поддержки превращается в зверька, загнанного в угол. Я понимаю твои переживания, готов переживать вместе с тобой. Друзья на то и друзья, чтобы переживать о всём вместе. Господи, что я говорю? Я же ещё два дня назад и слыхать не слыхал об этой девочке. А сегодня я стараюсь её поддерживать и даже другом называю. Наверное, это называется ответственность. Я сам по себе ответственный мужчина и сам способен отвечать за свои поступки. Даже если они стоят мне моей целостности и, возможно, моей жизни. От её рук исходило тепло, а во взгляде читалась надежда. Если тебе хочется выговориться, то скажи мне, я поговорю с тобой. Сказал я, перефразируя её слова, сказанные мне несколько минут назад. Думаю, обращусь как-нибудь. Она лёгкими движениями освободилась из-под моих рук и, оправившись, улыбнулась. Спасибо за поддержку, я очень ценю такое. Силва Усплейт. Что это значит? Чего? Это значит, пожалуйста, по-французски. Ну ты, конечно, у нас француз. А, это типа Сильвупля, да? А я откуда знаю? Француз, блин, недоделанный. О, а вы, синьор, изучаете французский? Да так, дома где-то лежит учебник французского. Это мой папа его учил, когда был такого же возраста. Давай подготавливаться к уроку, он через несколько минут будет. Хорошо. Так, а дальше уже всё то же самое. И конец, да? Ну да. Так, у нас, получается, осталось сделать парочку выборов, да? В этом случае мы ничего не рассказываем про свою ситуацию. Здесь нам нужно выбрать скрипку. А на этом моменте мы отказываемся от гитары. А, и ещё у нас вначале был выбор, где мы можем остаться дома. Ладно, давайте посмотрим. В случае промолчать, я думаю, быстренько всё это скипнем. Нет, я ей не смогу рассказать об этом. Не хочу переваливать с больной головы на здоровую. Пусть лучше это всё будет только в моей голове. Я привык всё в себе держать, даже тогда, когда это не нужно. Прости, пожалуйста, но нет. Если только в другой раз как-нибудь. Девочка отнеслась к этому с пониманием. Как знаешь, не буду тебе навязывать. Но напоследок скажу, нельзя всё в себе держать. Иначе ты станешь ещё более скованнее, чем прежде. Надеюсь, ты меня понял? Я кивнул. Вот и прекрасно. А теперь давай готовиться к урокам, да? Ладно, здесь всё понятно. Так, а теперь переносимся к фрагменту с Полиной. И выбираем скрипку. Наверное, больше скрипка. Она более мелодичная, что ли. Полина довольно ухмыльнулась. Вот и я так думаю. Хочешь, я тебя сыграю? Что, сейчас? Полина рассмеялась. Ха-ха-ха, да нет же. К примеру, в понедельник после школы. Почему бы и нет, давай. Так, ну а дальше мы вроде бы видели, да? Да. Теперь нам нужно отказаться от гитары. Не брать. Лучше не надо. Посоветовал Шепоток. В чулане пылиться будет. Извини, наверное, ты права, это слишком сложно. Мне она не нужна. Хорошо. Милан оказалась... А, ну и дальше всё видели. Идеально. Так, ну и последний выбор получается. А, подождите, там ещё в начале был момент, где мы отцу рассказываем про пропавшего мальчика. Либо можем промолчать. Я думаю, смысла смотреть нет. В случае с промолчать, мы просто не расскажем и всё. Мне кажется, там ничего такого нету. Остаться дома. Ну уж нет. Там опять эта ненасытная Катя. Ждёт, не дождётся распустить свои новые слухи. Обо мне. Мам, я не хочу. И вообще, я устал. Устал он. Ты только проснулся и уже ленишься. Мам. Мои слова сильно разозлили маму, чего и следовало ожидать. Антон, я хотел сжалиться и оставить тебя дома. Но раз ты умный такой, то марш в школу. Живо. Но, мам. Скажи отцу. Может, он отвезёт тебя до школы. Я крикнул раздражённо. Только сначала доешь. Не буду я есть это. И вообще, я не голодный. Конечно, я соврал. Но уступать матери в этой ситуации категорически не хотелось. Ты как со мной разговариваешь? Я не ответил. Двинулся в прихожую, оделся, натянул шапку, ботинки и вышел на мороз. Мама раздражённо фыркнула и пошла собирать разбросанные Олей игрушки. Папа настраивал машину, и я решил попытать удачу. Пап, можешь отвезти меня до школы? Антон, я сейчас на работу еду. Сходи сам. Ага. Ещё выборы. Да ёлки-палки. Мы тут надолго, походу. Так, у меня нога болит. Пап, у меня нога болит. Можно я с тобой поеду, пожалуйста? Мои слова прозвучали достаточно убедительно, так что папа сдался. Ладно, садись только быстро. Неужели мы скипнем момент с Катей? Я сел в нагретую машину, та тронулась, и мы поехали вдоль тропинки. Снег падал на окна автомобиля, который с каждой секундой набирал скорость. В глаза бросилась первая сплетница школы, Катя. Она мирно шла куда-то по тропинке. Интересно, разве она не должна быть в школе? Если она идёт не в школу, есть шанс, что мы с Полиной будем одни. Полина. Ладно, ради лишнего времени, проведённого с Полиной, можно исходить. Так, вот это мы с вами читали, но пропустить, наверное, не сможем, потому что локация другая. Она вода, которой не можешь напиться. Её сладкий ежевичный запах, всё остальное. Это мы всё видели. Антон, мы приехали, выходи. Спасибо, пап. Я вышел возле ворот. Папа же без промедления нажал на газ и поехал дальше по тропинке. Ну а дальше мы с вами видели. Мне лень. Но, пап, мне так лень. Идти туда очень долго, я опаздываю. Господи, кого мы воспитали. Лень ему до школы пройтись. Я уже был готов получить за такие необдуманные слова, но кажется, папа жалился надо мной. Ладно, садись, лентяй, только быстро. Ну и всё, да? Ну да. Получается, мы с вами прошли всё, что только возможно. Я думаю, на этом уже точно можно заканчивать. Мне понравилось, было круто. У нас, получается, уже наклёвывается три ветки, да? Либо с Катей, либо опять-таки с Полиной. В понедельник после школы она должна нам на скрипке поиграть. Или же Милана, с которой мы, видимо, в понедельник после школы отправимся к ней домой, чтобы получить гитару. И ещё, может быть, она немножко научит нас играть на этой гитаре. Так что вот такие вот дела. Ладно, надеюсь, вам понравилось. Если так, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, что думаете. Будете ли вы ждать данный мод? Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.